Теперь перенесемся в южную столицу Архангельской области. Это город Котлас. Городок, расположенный вдалеке от крупных центров, неожиданно для всех и себя в частности стал российской столицей банкротств физических лиц. По данным газеты «Коммерсант» в Котласе хотят подать на индивидуальное банкротство, только вдумайтесь в цифру 15 тысяч человек. Согласно опросу, именно столько котлашан признали, что жить от зарплаты до зарплаты у них не получается. Приходится занимать. Еще 19% горожан сказали, что все деньги уходят на повседневные расходы и только 4% котлашан ни в чем себе не отказывают. Тему продолжит Ирина Ившина. Каждый четвертый житель Котласа готов объявить себя банкротом. По словам местных жителей, в южной столице региона не привыкли отказывать себе в дорогих автомобилях, шубах и брендовой одежде. Если на недешевые игрушки денег не хватало, выручали в банке. До недавнего времени в Котласе работали 14 крупных банков и около 50 микрофинансовых организаций. Здесь потеря работы, потеря части доходов, обман, мошенничество со всех сторон. Начиная со стороны микрофинансовых банков. То есть людей завлекает. Агитация это ненормальная. Людей просто запутывают. Специалисты не устают повторять. Процедура банкротства не позволит списать старые долги и с чистого листа начать делать новые. В первую очередь банкротство физических лиц призвано отстаивать интересы кредитора. Арбитражным судом может быть вынесено решение о реализации имущества должника без освобождения от долгов. И такие случаи в Архангельской области есть. Законом предусмотрены серьезные последствия для граждан, которые объявили себя банкротом. Прежде всего это невозможность брать кредиты и невозможность участвовать в управлении каким-либо образом в организации на протяжении многих лет. Банкротство еще не означает автоматического списания долгов. Суды могут обязать граждан выплачивать их и после процедуры, если банкротство является целенаправленным. И такие прецеденты у нас уже есть. В производстве арбитражного суда Архангельской области сейчас находится 218 дел о банкротстве. В рамках 95 дел введена процедура реструктуризации задолженности. В 51 случае имущество должника будет распродано, а вырученные средства получат кредиторы. Лидер по количеству заявлений о банкротстве – Котлас. На втором месте – жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В настоящее время в производстве суда находится, например, дело в отношении гражданина, зарегистрировано в городе Северодвинске, сумма задолженности которого перед Сбербанком города Москвы составляет более 1 миллиона долларов. Если мы будем говорить о средней такой статистической сумме задолженности граждан, то она составляет порядка миллион-полтора миллиона рублей. И еще один важный момент – процедура банкротства не бесплатна. Гражданин обязан предоставить суду письменные гарантии оплаты вознаграждения конкурсного управляющего, того человека, который будет продавать имущество должника с торгов. Стоит заметить, средняя зарплата арбитражного управляющего по Архангельску – 30 тысяч рублей в месяц. Ирина Ившина, Артемий Заварзин, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе.